Рыбка! 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 В этом видео мы сперва поделимся нашим мнением и впечатлением, а потом уже рассмотрим ее умения, возможные руны, сборки и прочее. Поехали! Что ж, какие впечатления сложились после нескольких игр на ПБЕ? Во-первых, ей будет достаточно тяжело против чемпионов с инициацией. Тут вы мало чем сможете помочь своему стрелку. Самой же Юме будет намного комфортнее играть в связке с поукающим стрелком, например, с Эзриалем, Кейтлин или Севир. Ее роум-потенциал достаточно низок, так как сам чемпион сделан для того, чтобы постоянно находиться союзником. Вам никто не запрещает это делать и, возможно, вы с легкостью заработаете ассист, но разогнать игру подобно роумящему блицкранку или пайку у вас точно вряд ли получится. Эта котейка не требует много действий от игрока и прекрасно подойдет начинающим игрокам. Хотелось бы отметить и то, что проведенное время на союзнике можно использовать с пользой. Например, следить за событиями на карте и делиться информацией с союзниками, ну или просто полистать ленту в ВК. Да, ей сложно постоять за себя, но в симбиозе с союзником у нее появляются КГ-точки. Достаточно круто и то, что ей можно играть без ботинка. Это позволяет собирать свои предметы намного быстрее противника. Ее лечение на первых уровнях нельзя назвать слишком сильным. Это вам не Сорака или Сона. Хил, пожалуй, сопоставим с Тариком. Однако в поздней стадии игры вы можете залечивать союзником очень сильные раны. В командных сражениях вы становитесь рейконом на максималках, так как вы можете скакать по союзникам без перезарядки. Собрать асисты ей крайне просто. Прикольно и то, что при покупке монетки вам не нужно ходить и подбирать ее. Это может сделать ваш так называемый аватар. Пусть помнит, кто тут настоящий хозяин на линии. Вместе с этим обратите внимание и на то, что она возвращается на базу вместе с союзником и может это делать без своего возлюбленного, в отличие от некоторых. Стрелок начал бэкаться, пошли, поставили вардик и прыгнули ему на шею. Изи. Не стоит забывать, что благодаря своей пассивке она может нежданно прилететь на другие линии верхом на Галлио или Ноктюрне. Ну что ж, если вы досмотрели до этого момента, то сейчас мы разберем ее умения, руны, сборку и прочее. В первую очередь хотелось бы поговорить об умениях Юми и начнем мы с W. Это умение вам дается в начале игры и вам не надо его прокачивать, чтобы получить, что представляет из себя самоумение. Юми привязывается к союзному чемпиону и вы делите часть силы друг друга в виде адаптивной силы. Будучи привязанной, она может быть выбрана в качестве цели и может использовать лишь ее умения. Никаких автоатак. Но ее покой могут нарушить вражеские башни при тавердайвах. Готовьтесь к тому, что свои игры вы будете буквально проводить на ком-то. Самоумение максится в последнюю очередь. Далее. Пассивное умение. Защитный наскок. Время от времени следующая автоатака восстанавливает часть маны и дает щит. Когда Юми после активации пассивки привязывается к кому-то, то щит получает союзник. Так что не забывайте отцепляться от союзника, когда пассивка будет готова, чтобы гарантировать щит и пополнить запасы маны. Кушка. Потрясающее и очень веселое умение. Юми выпускает заряд, который наносит урон первому встречному врагу. Если заряд летит достаточно долго, то он замедляет противников. Если вы привязаны к союзнику, то можете направлять умением, как Нуну своей W. Ну или лазерной указкой, когда играете со своей котейкой. Будьте осторожны, так как умение с легкостью может разбиться об миньонов. Но сидя на союзнике, можно маневрировать умением, чтобы достичь цели. Радиус умения невероятно большой, и не раз ваш союзник сможет помешать вам, чтобы достать нужную цель. Прокачивать кушку стоит в первую очередь. Ешка. Тут все просто. При нажатии умения вы лечитесь и увеличиваете скорость передвижения. Если вы привязаны к союзнику, то бафы достаются ему. Оно может иметь два заряда и работает как Ютарика. Важно заметить, что чем меньше здоровья у вашего союзника, тем выше ваше лечение. Так что к середине игры хилы прилетают здоровенные. Ну и конечно же ультимейт. Юми открывает свою магическую книгу и выпускает семь магических волн, которые наносят урон и имеют возможность обездвижить противника как минимум при трех попаданиях ультимейта. Вы можете передвигаться во время действия умения или прилипать к разным союзникам, однако перенаправлять его в другую сторону нельзя. Но вы можете двигать его вправо или влево и направлять ульту точно так же, как Люциан управляет своей. Пройдемся по рунам. Разнообразие в рунах однозначно имеется. Вы можете играть ей через пушинку, которая подходит не только ее умениям, но и вашему внешнему виду. Другой опцией может стать защитница Юми, играющая через ветку храбрости. В целом, Юми не нуждается в ботинках так, как вы постоянно находитесь на союзниках, однако если вы все же боитесь играть без них и чувствуете себя голым, то второй веткой можно с легкостью брать вдохновение, где ботинки прилагаются. Из интересных замечаний. Вы также можете попробовать и ледяной нарост, и будете очень сильно замедлять своих врагов. Сборка. Со сборкой в принципе все так же просто, как и с умением Ешки. Юми это самый настоящий представитель так называемых ардент саппортов. Ей лучше всего подходят такие предметы, как пылающая кадильница, искупление, нечестивая игра Аляфины и горнила Микаэля. Ну и не забываем, конечно же, про медальон железных салари. Говоря о заклинаниях призывателя, можно отметить, что технически и чисто теоретически вы можете играть без флэша, взяв изнурение и воспламенение. То есть, так же как и ботинки, скачок может вам и не понадобиться. Но если вам страшно за свою милую кошачью душу, то можете брать классические заклинания призывателя. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что Юми импа, но нет. Это весьма интересный и уникальный чемпион, но он выглядит достаточно стабильно. Будет ли она появляться на просцене? Вполне возможно. Не надоест ли ей играть в салаку? Вот тут вопрос, но в ней есть скрытый потенциал, который вы сможете сами раскрыть уже совсем скоро. На этом у нас все. Совсем скоро мы вернемся с новыми видео, поэтому не забывайте подписаться на канал, ставить лайки и присоединяться к нашему дружественному сообществу ВКонтакте. Всем мяу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok